Всем привет, дорогие друзья, с вами Аришни. Мир не видал такого контента, такой харизмы, и со мной здесь Сафик1234. На 5 миллионов подписчиков выйдет клип, поэтому обязательно подпишись. А сегодня мы приехали в один двор, потому что мы получили донос, что именно здесь орудует человек за окном. Если вы не знаете, кто это такой, вам сейчас Сафик расскажет. Ребята, это такое странное чудище, которое может вытягиваться до разных длиннющих размеров и заглядывает в окна. Ну и конечно же он не оставляет потом никого в живых. Но есть самое главное правило, если человек за окном посмотрел в ваше окно и увидел вас, вы должны спрятаться и в течение 5 минут он вас не должен найти. Если он вас найдет, то произойдет кое-что плохое. И сегодня мы снимем человека за окном на дрон, как он заглядывает в чужое окно. Вы понимаете то, что его всегда видят, когда он уже смотрит в чье-то окошко. А сегодня мы на дроне постараемся увидеть, именно как он заглядывает и каким образом он это делает. Дрон уже в воздухе и мне понятно, почему человек за окном выбрал именно этот спальный райончик. И сейчас я вам постараюсь это объяснить. Во-первых, здесь много растительности, да Сафик? Много, да, дизипов полно. Этот район, видимо, какой-то экологичный. Это означает то, что он может заглянуть в окошко абсолютно кому угодно и быстро спрятаться в кусты. Реально. И еще, заметь, здесь дома по 8, 9, 10 этажей, то есть нету прям больших высоток абсолютно. Ну и пятиэтажки, ребята, конечно же, вот они стоят. Ну непонятно, сможет ли он вытягивать свои конечности до такой степени, чтобы заглянуть на сороковой этаж какой-нибудь. Да. Ты посмотри, вон, международный тут. А это мы еще с тобой по карте смотрели. Это и ТЦ, и метро одновременно, понимаешь? Да, там магазинов полно, ребята. Представь, какой здесь сумасшедший поток людей. Днем здесь, скорее всего, мало людей, но вот под вечер все с работы возвращаются домой. И тут просто тьма всех. Да, там парк еще какой-то. Сафик, точно, крыши, крыши. Нужно обязательно обследовать крыши. Потому что он же не только может с асфальта на окно смотреть, а он может еще по крышам бегать. Слушай, здесь реально капец зелени. Вот, ну представь, вот допустим, он забежал вот в эти все заросли. Мы его никогда в жизни на дрон не сможем снять. Слушай, вот интересно, а кто сажал-то эти деревья? Столько деревьев. Здесь же их реально миллион, наверное. Сафик, ну понятное дело, это старый район. Представь, когда тут все заселялись, посадили маленькие деревья. Слушай, прямо сейчас, ребята, вы же у нас как деревья. И у нас канал вот буквально не такой район, а чуть-чуть поменьше. Чтобы было зелено и было хорошо для нашей планеты, ну нашего канала, то нам нужно больше деревьев, ну маленьких деревьевцев. Поэтому, ребята, подпишитесь на канал и посадите, так сказать, где-то дерево. Слушай, давай лучше на дрон смотреть, а то вдруг мы что-то важное упустим. Ну ладно. Обрати внимание, какой здесь длиннющий дом. Реально. Вот ты своими байтами меня отвлекаешь, а я бы и не заметил, сколько здесь вообще квартир. Обалдеть, это этот дом, китайская стена настоящая. Ребята, представьте, сколько работы у человека за окном. Это он в каждое окошко должен заглянуть. Ну это ж капец какой-то. Он же не в каждое подряд заходит. Ну, если бы я был человеком за окном, и мне нужно было заглянуть абсолютно в каждое окно, мне бы, наверное, капец как быстро нужно было перемещаться, чтобы успеть за ночь, либо за вечер, либо за день заглянуть в каждое окно. Слушай, да возможно, и вообще здесь нет. Это же, может, байка. Да как нету, есть. Тут же, кстати, еще наверняка где-то есть школа, либо детский садик. Вон она, по-моему, была, нет? Во-во-во-во. Вон кусок, во-во-во-во. А-а-а-а. Да. Кстати, это, видимо, школа, но она очень странная. Она буквы Н. Слушай, ну у всех по-разному школа. Там у кого-то буквы П, у кого-то буквы Ж, у кого-то... Я знаю, я здание в виде букв никогда не видел. Видишь, здесь как два таких здания, которые соединены, чтобы между ними, видимо, можно было перемещаться. А что, если вообще высоко взлететь? Может быть, там целое слово написано? Ну из школы, что ли? Ребята, напишите обязательно в комментариях, какой формы ваша школа, либо детский садик. Потому что, ну вот я, например, не знал, что здания бывают в форме буквы. Но что самое интересное, всегда школа, садик, это двух-трехэтажное здание. Ну максимум там четыре этажа. Чтобы, наверное, не бежать вниз быстрее. Да, ну человек за окном может туда вообще легко заглядывать. Реально. И там еще всегда окошки большие. И охранник какой-нибудь дедушка. Поэтому я считаю, что мы должны подольше повисеть над этой школой. И по-любому человек за окном не удержится и захочет заглянуть в какое-нибудь одно из этих окошек. Возможно, ребята, потому что это как раз то, чего он хочет. Хотя там народу слишком много, мне кажется. Нужно просто мониторить эту школу. Сафик, смотри, вот этот человек за окном. Обалдеть, блин, это реально он, ребята. Значит, нам не врали в этом районе, реально он орудует. О, смотри, он заглядывает на второй этаж. Сафик, там же прямо сейчас могут быть дети и идти занятия. А он на них смотрит. У них есть, наверное, ровно пять минут, чтобы убежать. Эй. Здесь, если его никто не переманит, может. Смотри, он убежал. Нужно срочно обследовать, Сафик. Всю территорию, капец. Мы реально сняли человека за окном, как он заглядывает в окошко. Слушай, мы должны его еще показать. Где он прямо заглядывает в другое окно? Так как мы его сейчас здесь найдем? Я же говорил, здесь полно растительности. А может быть он на крышах? Может быть он на крышу бежал, если его снизу нету? Смотри, мы же снимаем, его нету. Давай посмотрим крыши домов. Если он такой высокий, то он может вытянуться, запрыгнуть на крышу и здесь где-то на крыше прятаться. Слушай, ну, это, конечно, хорошая идея, но... Сам-то подумай, какая крыша? Он же всегда снизу, ну, там, додвигается. Может, в окошко лучше заглянем, а? Это супер идея, мы можем работать с тобой на опережение. Ну, да. Получается, мы сразу можем просматривать окошки людей, чтобы увидеть, ну, интересно ли там и привлечет ли это человек за окном. Ну, кстати, да, да, да. Вообще понять, кто здесь живет-то в этом доме, потому что дом такой непростой. Там вроде и шлагбаум был. Смотрю в окошке. В-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в, подожди, подожди, подожди. Там какая-то спортплощадка, по-моему, нет? Ну, давай сначала лучше в окна погляди. Ну, покажи, покажи. Да, смотри, сейчас. Во. Вот это спортплощадка. Ну, тут люди просто спутаны. Она новая. Так здесь же нету окоша. Глупо думать, что здесь будет человек за окном. Я имею в виду, что люди, наверное, там, может, какие-то богатые, может, он их ворует там что-нибудь. Видишь, какая спортплощадка крутая? Он для своего удовольствия в окошки заглядывает. Он жуткий монстр. Он делает это не ради денег. Ему просто нравится издеваться над людьми, видимо. Не знаю, не знаю, Артем. Ладно, давай в окошко поглядим. Что там вообще? А как думаешь, если мы в окошко будем прям вот заглядывать, на нас люди не обидятся? Может быть, кстати, мы на дроне-то летаем, блин. Не слышно, наверное. Вон, вон, жильцы идут, смотри. Обалдеть! Что? Человек за окном выбежал из-за угла и смотрит на третий этаж окна. Господи, там же человеку реально плохо стало. Да, у него сельско отказалось, или что там происходит? Он пугается. Оставай, давай, беги нафиг, беги оттуда. Беги, блин. Все, все, Сафик, он убегает, убегает. И человек за окном, смотри. За угол ушел. Офигеть, блин, а куда они? С ним все в порядке? Да с ними-то все в порядке. Че? И он опять куда-то убежал. Сейчас я вверх, вверх взлечу и посмотрю получше. Где он? Где этот человек? Мы сколько не обследуем территорию, его невозможно заметить. Мы его видим только тогда, когда он нам разрешает. Подожди, подожди. Этот дом, почему он его выбрал? Я не знаю, давай крышу посмотрим. Может быть здесь что-то на крыше есть? Это что? Что это? Что это на крыше? Это какие-то баллоны. Черные ребята, куча баллонов на крыше. Это что-то значит? Этот человек за окном так в наглую заглядывал в чужое окно среди дня, что его даже люди другие заметили. И это явно не просто так. Мы поднялись на крышу этого дома и там лежат какие-то очень странные баллоны. Возможно, ребята, что ACP имеет к этому какое-то прямое действие. Видишь, там вот они на палетах прям стоят, очень много черных баллонов. Может быть это не баллоны. Если вы знаете, что это, то напишите в комментариях. Да, ребята, это очень странно. Но для меня это какая-то очень странная штука на крыше. Реально, возможно, он из-за этого и выбрал этот дом. Что будет следующее? Где его ждать? Не знаю, давай сейчас попробуем его найти. Он наверняка уже перебежал в какой-то другой дом, чтобы там заглядывать в свои окошки. Погоди, смотри, школа, потом вот этот дом. Если смотреть по карте, то на очереди вот эти высотки. Ну, они очень сильно выделяются среди всех зданий. Я вот до этого в ролике сказал, что здесь все дома малоэтажные. Но вот именно эти гиганты, это просто что-то невероятное. Слушай, а, кстати, здесь будет его хорошо видно. Потому что дома высокие, снизу нету растительности. Кстати, да, там даже какой-то черный квадрат есть. Наверное, парковка какая-то. Но выглядит не очень сверху. Ну, если мы здесь в каждое окошко, Сафик, будем заглядывать, мы с ума сойдем. Там с одной стороны, посмотри, тут, наверное, квартир тысяча, а то и больше. Ну да, дом большой, ребята, народу много проживает, как муравейник. Там машина какая-то красная внизу, подозрительная. Все машины красные, ребята, подозрительные. Вообще, красный цвет, он подозрительный, если что. Если вы видите... О, чего? Он пробежал там, между зданий, между зданий, прям по дороге, я видел. Обалдеть. Ну-ка, а ты можешь правее как-то дать? Может, он за домом стоит, мы его прямо сейчас спалим. Ты видишь, на машине едет, она по-любому его видела. А вдруг он перемещается настолько быстро, что его даже не видят? Ты видел, какой там купол сверху? Что это? Возможно, он не просто так сейчас. Включу скорость побольше, возможно, он не просто появляется около домов, потому что там были какие-то баллоны. А здесь какие-то купола, ребята. Еще, ребята, они со шпилями прям. Как будто бы это специальная штука, чтобы собирать энергию молнии. То есть молния ударяет в три шпиля, и они насыщаются энергией. Это как у злодея главного в Человеке-пауке, он в таком же особняке жил, и там тоже был купол. Может быть, к ним поближе подлететь? Потому что, смотри, такой малюсенький, ну как, большой город. Но все здания по сравнению с этими доминами прям очень маленькие. А именно эти дома, они огромные. Они реально очень какие-то магические. Потому что ни у одного дома нет такого странного купола со шпилем. Реально, мы вот снизу ходим. Я не видел даже эти шпили, когда снизу вообще не видно. А когда сверху все видно, ребята. Какой-то заговор, наверное. Подлетаю поближе. Я думал, кстати, это какой-то богатый дом с какой-то террасой. А там просто, смотри, видишь, вот эта вот металлическая конструкция. И больше ничего нет. Вот зачем это сделано? Она ничего не защищает, ничего не охраняет. Это реально какой-то заговор, ребята. Она какую-то, видимо, техническую какую-то функцию выполняет. Техническую. 100%. Возможно, что он заряжает метрополитен. Или еще хуже, SCP монстров. Он уже скрылся отсюда. Поэтому давай, пока он не убежал с этих домов, попытаемся его найти. В прошлый раз, кстати, он пробежал по обычной дороге. Поэтому давай с тобой будем патрулировать обычные вот дороги. Я вижу, что здесь ходят люди, но очень редко. И, возможно, именно здесь он и пробегает. Не, это ерунда какая-то. До 100%. Так он перед нами и пробежал. Вот, пробежал. Японский бог, он туда направился. Офигеть. Слушай, это, блин, давай за ним, давай за ним надо. Ребята, вы видели, какой он быстрый, вы видели? Обалдеть. Ну-ка, поднимись, поднимись. Он куда-то туда, обратно, во дворы залетел. Не видишь? Вон, вон, 30 странных дома стоит по-любому где-нибудь. Здесь просто очень странная территория. С одной стороны там все в деревьях, а с другой стороны нету. Но сейчас я как-то постараюсь, конечно, разглядеть. Но мне кажется, что мы его уже упустили и вряд ли мы его увидим. Давай, давай, давай. Вот, вот мимо школ. Там вот эти вот дома. Три дома вот этих странных. По-любому где-то там он есть. Ну, возможно, что я не прав. Не, здесь очень безумная растительность, ребята. Я как будто бы в лесу на дроне летаю. Ребята, реально, мы как в Чернобыле. Мы когда-то были, там тоже деревья между домов растут. Да мы можем до бесконечности эти крыши просматривать. Здесь нету ничего интересного. Повернись немножко. Ты видишь там? Там что-то странно, там дырка какая-то черная. Здесь нету двери на крыше. В остальных домах было. Видимо, это потому, что человек за окном. Видимо, он когда на крыше забегает, он просто выбивает эти двери. Понял, возможно, что это вообще ничего не решает. Но фиг его знает. Подлети-ка, подлети поближе. Ну-ка заглянем в эту дырку вообще. Ну, я не знаю, смогу ли я подлететь на такое прям близкое расстояние. Слушай, возможно, что мы можем даже туда подняться и залезть на эту крышу. Да на крыше лазать небезопасно. Ну, везде небезопасно, блин, лазить. О, я видел, как он из этой двери вы... Он выглянул и обратно спрятался. Он как будто следит за нашим дроном, ребята. Он уже конкретно следит за нашим дроном. И так, к чертове бабушке, на безопасное расстояние лучше. Блин, он реально может накинуться, ребята, на наш дрон и сломать просто. Мы на безопасном расстоянии. Да. Сейчас он на нас не прыгнет. Но я прям видел, как он выглядывал из этой черноты. Я тоже это видел. Это очень странно. Сейчас аккуратненько поближе. Он на весь экран. Эй, куда? Чего? Дрон залагал. Артем, блин. Что делать-то будем, господи? Ребята, человек за окном прям вылетел перед нашим дроном. Это какой же он высокий. А самое страшное, что произошло, наш дрон залагал. И теперь у меня здесь ничего нету, кроме этой дурацкой, огромной красной кнопки подписаться. Что же теперь с дроном сделать? Как ролик продолжить, Сафик? Я, кажется, знаю. Сейчас покажу. Смотрите, ребята, вы сейчас смотрите наш ролик вот так вот. Все, что вам нужно, это перевернуть телефон или планшет и нажать на эту красную кнопочку подписаться. Оп. Все. Вы подписаны. Если подпишется много человек, то наш дрон разблокируется. Поэтому прямо сейчас переворачивайте телефон. Нажимайте на красную кнопочку, и вы будете нашим подписчиком. Вот и все просто. Че, Артем, дрон разблокировался? Давайте, ребята, прямо сейчас красные кнопки нажимайте. О, офигеть. Все, ребят, теперь я могу управлять дроном. Большое вам спасибо. Дрон отлагал, и теперь вроде бы все хорошо, но это капец, Сафик. Мы могли и дрона решиться, и непонятно, что с человеком происходит, когда человек за окном смотрит через камеру. Это жесть какая-то, Артем, я тебе скажу так, что он в любой момент может и к нам в машину заглянуть, блин. Можно сказать, что мы прямо на него через окошко камеры посмотрели, прямо в глазище его. Аккуратно, аккуратно, тут какой-то дом. Что там в окне? Слушай, непонятно, но там как будто какой-то человек, видишь он? Ты, кстати, заметил, что здесь все окна завешаны, заделаны большинство. Кстати, да, смотри, там окошки, три окна целых фольгой заклеены. Да. А у остальных рулонные шторы. Значит, человек за окном сюда очень часто заглядывает. Что это за мужик? Кто это? Я не знаю, какой у него единственное открытое окошко, и он прям как будто хочет привлечь внимание человека из окна. Не сто процентов, он прям специально его байтит, он реально его байтит. Я подлетел к нему, блин, у него борода, бородачки, и он поджигает какую-то бумажку, чел. Зачем он это делает? Ну, я уже тебе сказал, что мне кажется, он хочет привлечь внимание человека за окном. Возможно, ребята, реально. Возможно, что он хочет привлечь внимание, не замалить его, как-то в ловушку заманить. А может быть, он просто сумасшедший, это же непонятно. Вам видишь, слева там вообще какие-то, по-моему, бронёй или досками заделано окошко, а он что-то поджигает. Отлечу подальше от его окна, может быть, он с ружа выстрелит по моему дрону. Да ну, он, конечно, немножко психован, может, это реально, ребята, псих. Слушай, а в других окнах вообще жизни даже нет. Да я говорю, остальные люди нормальные, они вообще даже не выглядывают, нафиг. Человек за окном. Обалдеть. Что? Смотри. Он сейчас к нему, он сейчас к нему. Уходи, заклопывай, заклопывай окошко. Всё, Сапик, он успел захлопнуть окно. Побежали к нему, мы знаем его этаж. Точно, это последний этаж и крайняя квартира. Ребята, мы должны спросить у этого мужика, что он хочет. Камеру бери, камеру. Артём, стой, куда ты побежал? Там же лифт, нам на последний этаж быть. Всё, бегу, бегу, бегу. Давай, давай. Всё, супер, 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 супер. Как думаешь, мы успеем или нет? Я не знаю, ребята. Это реально опасно сейчас. Мы прямо идём в логово врага. Быстрее, Артём. Он где-то здесь. Какая-то из этих квартир. Если это та сторона, значит, это эта квартира. Открывайте. Где-то домофон, может, какой-нибудь. Заходите, ребят, заходите. Это он. Мы только что видели, как к вам заглядывал человек за окном. Возьмите пончики. Да не надо. Подождите, вы вообще не про то. Возьмите пончики. Я говорю, что к вам заглядывал человек за окном. И вы привлекали его внимание. Зачем вы это делали? Сейчас, ну сперва возьмите пончики. Я старался, готовил. Вкусно. Отлично. Пойдёмте, пойдёмте. Я вам всё покажу. Проходите. Так расскажите нам, почему вы привлекали внимание человека за окном? Это да, это всё, это всё так. Это надо было сделать. Он очень стряный, Артём. Звя, мы зашли к нему в квартиру. Смотри. Человек за окном. Леопардовый. Да забей ты, блин, тут реальные факты. Видимо, он давно следит за ним, ребята. Вы же сами видели, мы прям на дрон сняли, как он поджигал какой-то листок. Как будто бы он проводил какой-то ритуал. Он пришёл, на этот раз мы поиграли в прятки. Он не сумел меня найти и съел все пончики. Это 100% человек за окном. Он всё знает, но нам не говорит. Смотрите, как человек за окном повсячески мутировать может. Возможно, что у него есть ещё какие-то записки. Получается, он 100% специально его привлекал. Ребята, я вам там ещё пончиков приготовлю. Да какие пончики вы нам можете рассказать про человека за окном? Тихо, а то он услышит. Я веду исследование этого существа уже не первый год. Иногда он надолго пропадает, а иногда появляется снова. Вот в последнее время он в этой квартире бывает чуть ли не каждый день. Он всё время куда-то уходит, вероятнее всего, к своим другим жертвам. Но вычислить, куда он уходит, довольно трудно. Ведь этот человек за окном просто неуловим. Вы специально привлекаете его внимание, чтобы он на вас посмотрел? Да-да-да-да-да, это... Я подумал, вдруг этот метод как-нибудь сработает. Вы с ума сошлись, Сафик, он... Он... Это же опасно! Да, это очень опасно. Будьте осторожны, пожалуйста! А что делать? Приходится рисковать. А это что такое? Сто тысяч лайков и он вас не тронет. Да. Что это такое? Это порог количества лайков, чтобы человек за окном не смог причинить вред ни одному из зрителей. Получается, что если под роликом соберётся сто тысяч лайков, то человек за окном не сможет прийти ни к одному нашему зрителю и напугать их правильно. И не будет заглядывать в их окно. Да-да-да, именно так, именно для этого это всё, да. Ребята, смотрите, всё очень просто. Вот вы смотрите наш видеоролик. Всё, что вам нужно сделать, это перевернуть телефон и вот здесь вот нажать на лайк. И когда соберётся сто тысяч лайков под этим роликом, можете быть уверены, если вы смотрели этот видосик, то сто процентов к вам человек за окном ночью не придёт. Слушай, Артём, он какой-то ненормальный, ты понимаешь? Да я не знаю, ну что нам сделать-то? Ну как-то свалить по-тихому, ну ему явно наша помощь не нужна. Не вурили, он постоянно делает эти пончики и следит за человеком за окном. Слушайте, мы тут посовещались. Спасибо вам, спасибо. Пончики очень вкусные. Да, ну мы... Есть ещё. Да, мы пойдём домой. Нет-нет-нет-нет-нет-нет. Как это, раз мы пришли, мы должны хотя бы раз его увидеть в окне, он вот-вот появится. Да, зачем нам смотреть на человека за окном, это очень опасно. Ну а что же делать? Нет, мы уйдём, всё, до свидания. Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. До свидания. Вот-вот-вот появится, идите туда. Аааа! Ааа! Вот он! Аааа! Аааа! Боже мой, ребята, это же человек за окном! Господи, он скоро придёт, у нас есть пять минут! Сваливаем! Уходите, уходите, я сам разберусь, давайте, давай, давай быстрее! Ладно, ладно, я сваливаю. Я разберусь этим. Да, 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 да. Мы идём всё, сваливаем нафиг отсюда, сваливаем всё, до свидания! Посмотрите на это, посмотрите на это! Вы такого еще не видели, посмотрите! Господи, господи, господи! Господи! Он реально сумасшедший! Надеюсь, вам понравился этот ролик и вы рады тому, что увидели человека за окном, и вы даже не подверглись опасности! Ставьте лайк, подписывайся на канал и обязательно тыкай сюда и жми на вот этот вот видеоролик! Он просто невероятный!